Всем привет, с вами Аурум. Не так давно закончился проект Мажор. Этот аккаунт достался тому самому счастливчику, на которого указал рандом. Но я так прикинул, почему бы не замутить новый проект и еще больше пофаниться. Тем более, прям, ну, весь окружающий мир мне подсказывал, каким именно должен быть следующий проект. Ребят, согласитесь, игра Brawl Stars не перестает удивлять. Вспомните только Funny Moments. В каждом Funny Moments мы находим какой-то, ну, просто кромешно-адский момент. И вот за последнее время игра одной рукой. Этот чувак меня просто убил на повал. Я аж такой, да серьезно, как такое могло, черт возьми, произойти 10 тысяч кубасов одной рукой? Это невероятно. Потом чувак, который двумя ногами играл только онли ногами и апнул все свои кубасы только ногами. Я просто, я в диком ахере от этого всего происходящего. И, ну, черт побери, ребят, это, конечно же, удивляет. А что происходит, когда нас что-то удивляет? Сразу вспоминается известный Мэм Маск. Как тебе такое, Илон Маск? И здесь у меня и появилась идея создать аккаунт Илона Маска, где помимо того, что мы будем тестить различного рода способы, мифы, а также я попробую именно на этом аккаунте играть одной рукой и ногами. Без регистрации смс смотрите в следующих роликах, я тоже предвкушаю, как и вы, посмотреть на эту жесть и попробовать. Я более чем уверен, что вы все знаете, кто такой Илон Маск. Но, возможно, среди вас есть те непросвещенные люди, которые понятия не имеют, что это за чувак. Так вот, конкретно для таких людей, а также для тех, кто не особо копался в его биографии, я буду в каждой новой серии рассказывать один интересный факт про Илона Маска. И начнем мы, пожалуй, с того, что разбогател он достаточно рано, а именно в 12 лет Маск заработал свои первые 500 долларов, продав компьютерную игру, которую программировал сам. Ну, а, в общем-то, спустя каких-то там 10 или 15 лет он продал платежную систему под названием PayPal уже за полтора миллиарда долларов. Из этой суммы, правда, ему досталось только 165 миллионов, но, я думаю, как-то он проживет на эти деньги. Пару сундуков, может, сейчас купим или еще чего. На сегодняшний же день Маск создает крутые машины под названием Tesla, на которой, кстати, ездит один из популярных видеоблогеров, вы наверняка его знаете. Плюс, помимо прочего, он запускает ракеты в космос и планирует колонизировать Марс. Короче говоря, мы все, по сравнению с ним, ни хера себе, как скучно живем. Ну и, конечно же, только у Илона Маска может случиться такая ситуация, когда при нуле кубасов у него уже есть 2000 гемасов, ребят. Ну и плюс в магазе ожидает Сэнди. Скорее всего, на момент просмотра видео Сэнди уже есть в магазине, она продается. Ребят, если вы хотите получить эту Сэнди плюс 2000 гемасов, давайте поиграем в игру. Я такого реально никогда не делал, но только, так сказать, под патронатом Илона Маска давайте замутим следующую тему. Я задоню 2000 гемасов и куплю вот этот вот скин тому, чей комментарий останется без лайка. То есть вам нужно сделать простую вещь. Пойти прямо сейчас в комментарии и, в общем-то, оставить там комментарий. Если ваш комментарий останется без лайка в течение суток, то именно вы получаете 2000 гемасов плюс новый скин на Сэнди. Ну и, в общем-то, следите, чтобы... ну, у вас же много конкурентов, но вы понимаете, нужно лайкать комменты, ребят. Когда я рассказывал про Илона Маска, вы не могли не заметить очень интересную, курьезную ситуацию, что я пытался даже не брать гемасов за Илона Маска, да, но все-таки все равно моя команда победила. Мне вот интересно, возможно ли сделать так, чтобы проиграть в этой первой миссии? Все мы проходили обучалку, но, собственно, возможно ли это каким-то образом сделать? А нет, скорее всего, мы здесь уже играем за... ну, против ботов, да? Давайте я вообще ничего не буду делать, давайте я буду подставляться всячески и попытаюсь проиграть. Это, кстати говоря, уже якобы наши враги, которые типа не боты, но мы-то с вами понимаем. Вот смотрите, я подставляю всячески, я пытаюсь проиграть, убейте меня, убейте, но это же Илон Маск, он не убиваем. Вот реально, задумывались ли когда-нибудь об этом, что хрен вы здесь проиграете? Вот смотрите, я всячески, я стою, убей меня, убей, пожалуйста, убей, и нифига. Причем как первая миссия, так и вторая, они одинаковые, мы по-любому здесь выигрываем. Вот, ну блин, ну капец, ну бан, ну убей меня, ну что же ты делаешь? Вот, меня убили, и все равно наша команда... А нет, смотрите, вот они забрали гемасы, побеждайте, побеждайте, пожалуйста, побеждайте. Кто-нибудь когда-нибудь в этом мире реально проигрывал эту миссию или нет? Вот, я хочу умереть, давай, я хочу умереть. Я ничего не делаю, смотрите, я тупо ничего не... А, блин, мы все равно, мы все равно ведем. Как тебе такой, Илон Маск, а? Что за херня? Но, кстати, в этой миссии у меня хотя бы ХП нормальное количество. В перв... Вот смотри, все равно, мои боты или мои тиммейты намного умнее, чем вражеские. Я просто себе бегаю и нихерашечки не делаю. Вот это и есть из разряда, как тебе такое, Илон Маск. 15 секунд до конца, интересно, мои тиммейты смогут что-то сделать? Да, похоже, здесь мы слили, но предыдущую катку переиграть уже не получится. То есть, если вы один раз ее выиграли, а вы выигрываете практически с вероятностью 99,9%, если хотите, я в будущих роликах где-то попробую все-таки ее много раз попереигрывать и хотя бы раз проиграть. Но это уже будет другая история. Это не аккаунт мажора, это Илон Маск. Он тоже очень богатый, но при этом и очень умный, поэтому безрассудной траты гемасов здесь не будет. Только хардкор, только по делу. Ну и плюс хочу отметить, что случайно мискликнул без записи и купил один гигантский кейс. Оттуда выпал Эль Примос. Сорян, ребят, но сейчас все остальное, что выпадет, будет уже в кадре, и вы все прекрасно увидите. Короче, гол откроем обычный. Здесь может что-то выпасть, но не падает. Кроме того, мне еще нужно подключить Supercell ID, тогда будет Барлей. Но за 60 гемов я не могу сдержаться и не купить мегаящик. Очень удивительно, здесь видят отметку 2, но падают, сами понимаете, только старпойнты. И еще хотел обратить ваше внимание, что я вот-вот давно не обращал на это внимание, но смотрите, 3, 6, 9. Блин, 9 бравлеров нам доступны на пути к славе. А нет, не 9, тут же еще есть. Еще у нас бо где-то, да, должен быть? А нет, бо учитывается здесь. 9 бравлеров мы просто так получим, поднявшись до 6000 кубасов, что является офигенным. Но все-таки давайте проверим фарт Илона Маска и откроем, ну хотя бы на 500 гемасов больших сундуков. И... Опа! Роза! Да он невероятно фартовый, этот Илон Маск. Блин, как тебе такое, Илон Маск? Мне кажется, я запарюсь повторять эту фразу, но все же в этом не имеется смысл. Короче, до 1500 гемасов тратим все, и потом, в общем-то, мне стоит уже прокачивать кубасы, получать бравлер за бравлером, а потом сделаю вам небольшой отчет, и плюс следующий же видос, попытаюсь играть одной рукой. Если вы хотите увидеть Пенни! Если вы хотите увидеть Пенни, вот она Пенни. Если вы хотите увидеть, как Аурум будет играть одной рукой, без регистрации СМС, ставьте прямо сейчас лайк. Так, трешечка. Нет, ничего интересного нет. Еще, еще можем, можем. Давай, Илон, прикиньте, сейчас Лего выпадет. С большого сундука. Я бы охренел. Я бы серьезно офигел. Вот это было бы жестко. Но, крайне интересно, что там будет по Легам, но основная задача этого Ака, конечно, даже не бравлеры, хотя их тоже хочется всех собрать. Карл, шикарно! Шикарно! А именно протестить все возможные приколюги. И, положа руку на сердце, еще одна причина, ребят, зачем мне отдельный аккаунт. Дело все в том, что много экспериментов на своем фуловом аккаунте я проводить не могу. Просто тупо банально не могу. У меня есть еще, в принципе, пару аккаунтов, но по разным причинам. То есть там все эксперименты не проведешь. А когда есть вот такой вот тысячный аккаунт, то можно без проблем делать все, что угодно. Например, я попробовал играть одной рукой, и, сами понимаете, на 500 плюс кубасов я сходу проиграл. Я... Ну, это не зрелищно, это неинтересно. А здесь, в принципе, в теории, может даже что-то получится, Поку! Да это просто рай какой-то! Сколько мы бравлеров выбили? Офигеть можно! Давайте заценим, сколько бравлеров выбили, и примем решение. Ну, получается, если вместе с Эль Примо, то у нас 5 новых бравлеров. Хорошо, блин, мне просто хочется еще почему-то. Я не знаю почему, но давайте еще хотя бы парочку сундуков. Ох, это не зря Барли! Но, блин, я мог Барли получить, банально просто зарегистрировавшись. Но ладно. Ладно. Видите, этот аккаунт настолько свежий, что даже не подключен к Supercell ID. Все, Илон Маск, останавливайся, потому что Аурум тебе откроет всех сундуков. У меня уже раздвоение личности. Мне просто хочется все сундуки абсолютно открыть на этом акке. Но нет. Давайте приостановимся. Давайте посмотрим, сколько это видео наберет просмотров, сколько лайков, сколько комментариев. И если вам действительно заинтересовала эта тема, если вы хотите, чтобы я продолжал дальше этот проект, то обязательно прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и будем тупо бомбить Илоном Маском по новым проектам. Я прям зажегся, блин, ребят, особенно после двух лямов. Прям, ну, не знал, вот чем таким интересным еще заняться. Мне кажется, что этот проект будет чем-то невероятно прикольным от серии к серии. Если вы так же считаете, лайкос, подписочка. С вами был Аурум на аккаунте самого Илона Маска. Да пребудет с вами Тесла. И давайте заселим Марс. Пока, ребят. Ахм.